Ну вот и продолжается проект «Открывай Украину». Команды Красноармейска успели проявить себя в четырех секциях, о которых мы рассказывали вам ранее. А сейчас мы побываем на лекции, посвященной предпоследнему блоку «Изобразительное искусство». На этот раз, как и впрочем всегда, на лекции проекта «Открывай Украину» царила теплая дружеская атмосфера. Школьники пришли, чтобы проявить свои таланты и зарядиться позитивом, и ребята получили желаемое. Очередной этап проекта приоткрыл для школьников неизвестные стороны такого вида творчества, как изобразительное искусство. А также раскрывать то, что в тебе внутри и что-то делать, что-то створить. Потому что, знаете, как в той же Библии сказано, что Господь творил человека по образу и подобию. И точно так же, Господь, как творец. И человек тоже должен чувствовать в себе вот эту Божию искру творения, что она может быть творцом. Цей направленность называется образотворче мистецтво. Мы на нем будем вчитися творить мистецтво с ничего. Знову же таки, как и в передних направлениях, мы покажем, что мистецтво, оно не вымагает каких-то особенных финансовых затрат. Головное – оригинальное мышление. И можно что-то творить очень хорошо. Разобравшись со стилями изобразительного искусства, девочки и мальчики участвовали в конкурсах. Ни за что не догадайтесь, что они делали. Ну, конечно же, рисовали. С помощью маркеров, красок, карандашей им нужно было сделать из грустных смайлов веселые. Вот бы и жизни так устроить, чудить на лицах людей. Было бы здорово, правда? Вдохновляет меня, наверное, самое большее – это музыка, потому что я могу просто сидеть вот так вот в наушниках, слушать музыку. И если вот так пришло ко мне какое-то вдохновение, то я обязательно беру карандаш там или где-то начинаю рисовать. Так, у меня даже были рисунки на столе. Ну, без художников бы была жизнь, была бы однообразная, монотонная. Художники помогают нам делать мир ярче, они добавляют разные краски. Ну, художники дали людям возможность выразить свои чувства на бумагу, нарисовать все, что они думают. Им никто это не запрещает. Ну, это помогает радоваться, улыбаться. Также, если ты плохо себя чувствуешь, можно все свои переживания выразить на бумаге. С самого детства я рисую карандашами, но закизлялось не так уж и давно, но мне было грустно, и я решила как бы выплеснуть свою грусть на свой рисунок, свои чувства. И это получилось довольно хорошо. Когда мы снимали этот сюжет, невозможно было не заметить, как у участников горят глаза. Они по-настоящему были увлечены процессом. Действительно, ребятам хотелось, чтобы эта лекция не заканчивалась никогда. Это для меня очень такой непривычный опыт. Я не художник, но сегодня мне пришлось испробовать на себе это целиком. Еще одно творческое задание во время лекции – нарисовать свой родной город. И вот, оказывается, каким ребята видят Красноармейск. Ну и по традиции участники проекта получили домашнее задание. Правда, выполнять его нужно будет на улице, ведь главное условие – рисунок должен быть стрит-арта, вдохновения и гениальных идей всем участникам.